Семейство анчоусовые довольно близко это всё к селёдкам, но уже совсем не селёдка считается. Ну тоже стайная рыба, похожая довольно весьма на вид. Тоже зона, где она живёт, это прибрежные морские воды, иногда может в пресной воде. Анчоусы отличаются большим ртом, вот там на картинке открытый большой рот, вот это вот анчоус. Удлинённое тело, покрыто крупной циклоидной чешуей, ротовое отверстие очень широкое, верхние челюстные кости тонкие и длинные, зубы маленькие, сидят в один ряд. Зубы есть у анчоуса, у селёдки, допустим, у атлантической зубов нет, но бывают селёдки зубатые. Раньше рассказывал. Тоже серебристые белые, внешне всё-таки походят, даже вот хамсу с килькой путают, хотя это вообще разные семейства даже. Характерная особенность строения икринок, которые не имеют жировой капли. Вот я ранее рассказывал, что у многих селёдок в икре жир, вот у анчоуса нет жира в икре. И, как правило, там не сферическая форма икринки, то есть не круглая она, а как эллипс она у анчоуса. Поэтому вот это сильно отличает от селёдки, у селёдки именно нормальная круглая жирная икра у селёдки. А у анчоуса она такая эллипсоидная и нежирная. Вот как в консерве бывают икра, да, вот анчоуса нельзя так. То, что он нежирный, он будет невкусный. Пелогический образ жизни, то есть в море, в открытом, на поверхности моря, питаются планктонными животными, теми же самыми рачками, которых они фильтруют на жабрах. Это обычный способ питания планктоном даже у китов. То есть фильтруют на какой-то поверхности и потом отъедают. Дальше их едят многочисленные хищники, поэтому анчоус, он такой типичный вид, который встроен в экологическую систему моря, типичный как раз для поверхности. То есть там на поверхности разные мелкие рыбы едят рачков, а потом этих мелких рыб едят хищники и вот такова экологическая цепочка, там морская обычно. Анчоусы довольно разнообразны. Но они прибрежные, как правило, рыбы. Поэтому они, допустим, в Средиземном море они повсеместны, потому что оно, так сказать, всё прибрежное. В Чёрном море тоже. А в открытом океане их нет. То есть в открытом океане они только у берегов, допустим, берега Африки, Японии, вот эта рыбная страна. Там тоже анчоусы много, берега Австралии, вот это вот так. Анчоусы максимально, может быть, 40 сантиметров, но таких практически не бывает. Обычно всё-таки 20-25 даже крупный анчоус. Ну вот Ликатриса считается большой анчоус 20 сантиметров. Есть Сталифора, где-то 15 сантиметров. Вот это всё крупные анчоусы. Ну, можно их перечислять разных. Допустим, американские тропические анчоусы есть. Он так, анчоу называется, он идёт от... С языка индейцев это слово, потому что это вот как раз... Анчоа это американский, он район Панамского перешейка. Там есть обыкновенная анчоа, потом полосатая анчоа. И они, поскольку мигрируют же постоянно рыбы, они могут выплывать и у берегов Северной Америки вполне. Что касается Европы, там есть у нас европейский анчоус. И также довольно много всякого японского анчоуса, который тоже разных видов. Ну, там есть основной вид японский анчоус, ещё есть австралийский анчоус, калифорнийский и так далее. Для Европы наиболее широко распространён европейский анчоус. Вот все они порядка 15-20 сантиметров. 20 сантиметров это нормальные анчоусы. То есть сравнительно мелкая рыба. По сравнению даже с селёдкой, которая в полтора раза больше где-то. Европейский анчоус это Атлантический океан от Канарских островов. Все районы Средиземного моря, может быть, в Чёрном море. И в летнее время он может заходить даже в Норвегию. В отличие от Атлантической селёдки, которая именно на севере Атлантики, анчоус всё-таки тропического происхождения на севере не появляется. Он любит Италию, Португалию. Вот там анчоуса много. Значит, для нас больше всего актуален черноморский анчоус, то есть хамса. Хамса живёт в Чёрном море и как раз вот у берегов тоже любит. Летом она по всей поверхности Чёрного моря рассеивается, хамса, и держится там у верхних слоёв воды, где, естественно, жрёт любимый ей планктон. Особенно северо-западная часть Чёрного моря. Значит, хамса категорически не килька. Хамса – это другое семейство, это черноморский анчоус. Кильки тоже много в Чёрноморском море. Килька – это маленькая селёдка. Ранее я описывал кильку как разновидность селёдки в предыдущем клипе. Зимой, когда там довольно тяжело на Чёрном море, я там тоже жил, там большие штормы, всё это видел. Вот хамсе тоже не нравится. И хамса зимой вообще пытается где-то ближе к берегу заховаться в какие-нибудь ямы. Куде-нибудь на глубине примерно 80 метров, где штормы не бушуют, она куда-нибудь вот залазит и там в придонной воде, по возможности, спит и даже не питается. Потому что питается она у поверхности моря обычно, рычками. А там ей жрать просто нечего. Поэтому она пытается зимой вообще как-нибудь так спать. В мягкую зиму она так не делает. В Крыму очень переменчивая погода. Там иногда зимой бывает наоборот жара, и на Кубани тоже. Тогда она тоже вылазит, хамса и питается. Основные вот эти районы, где она в ямах спит, это как раз южное побережье Крыма и Грузия. Весной она поднимается обычно с этих своих глубин где-то в начале апреля. Сначала у берегов, вот там где она спала у берега, она поднимается у берегов весной и начинает откармливаться. Размножается она повсеместно. Причём размножается она там же, где ест. Вот в отличие от селёдки, которая вечно мигрирует, хамса просто вот там, где жрёт, там и ебётся. И там же и выбрасывает их ринки. Порядка 20-25 тысяч ринок на одну самку, вот плодовитость хамсы. Живёт она мало. Предельный возраст жизни у хамсы примерно 4 года. До 4 лет практически не доживает, 2-3 года. Обычная. Но достигает она максимум 15 сантиметров. Обычный её, опять же, размер порядка 10 сантиметров. То есть хамса она ещё и мелкая даже для анчоуса. Потому что такой вот жирный такой португальский анчоус, он так сантиметров 20 всё-таки походит уже на селёдку. Черноморская хамса самая многочисленная в Чёрном море. И ей там питаются практически все хищники. Всякие дельфины, скумбрия, белуга, чайки и так далее. Все питаются там вот этой хамсой. Имеется азовская хамса. Она ещё меньше. Азовская хамса обычно 10 сантиметров. В Азовском море она только летом. Там она питается и размножается. Осенью она через Керченский пролив выходит в Чёрное море, чтобы опять там спать в ямах. То есть в Азовском море так холодно для хамсы, что даже и зимовать невозможно. Поэтому она выходит к южному берегу Крыма и там куда-нибудь на глубину заховалась и там спит. Вот поскольку через Керченский пролив вечно ходит рыба, которая в Азовском море что-нибудь делает и потом в Чёрное возвращается. Вот Керчь у нас такой важнейший центр рыболовства. Я там прожил весну и половину лета, месяца в четыре где-то в Керчи прям жил и чуть там не остался. Поэтому Керчь я хорошо помню. И что там рыба поставила за бесценок практически. Вот когда прям рыба идёт, на базаре практически там 1-2 гривны стоил килограмм. Потому что её девать просто некуда, она же гниёт быстро рыба. Поэтому продавали там за бесценок. Это самая мигрирующая хамса. В большом количестве заходит во всякие бухты, в заливы. И известна ситуация 1859 года, когда хамса в огромном количестве зашла в Балаклавскую бухту. И выйти не могла, потому что ветер дул. И хамса не могла выйти против ветра. В результате там полный залив в Балаклаве набился хамсы, она передушила там всю рыбу. Рыба выбрасывалась на берег, не в состоянии там жить среди хамсы. Раки выползали и так далее. Местные пытались выгребать хамсу, чтобы она, так сказать, не душила там рыбу. Уносили в мешках, конечно, съесть её невозможно, всё было. Поэтому её выбрасывали на поля. Везде стоял невыносимый запах гниения рыбы по всей Балаклаве. И утверждали, что там миллионы пудов этой хамсы. Целые кучи дохлой рыбы ещё на следующий год лежали везде, повсеместно по всей Балаклаве. Вот такая история. Немножко заходит со стороны Сибири к нам японский янчоус. Порядка 16 сантиметров, живёт 2-3 года. Иногда его там хорошо так ловят где-то на Дальнем Востоке, потому что он тоже скопление. Но вообще наиболее известные во всём мире это перуанские. Перуанские янчоусы у берегов Чили и Перу, где много всяких источников. Соли, азота, фосфора, кремния, глубинные воды, много органики и неорганики. В результате там расцветают водоросли. И вот перуанские янчоусы питаются водорослями, а не рачками. Это гораздо выгоднее биологически, потому что водорослей больше. При каждом переходе на следующую цепь трофическую теряется 90% продукции. Поэтому самые многочисленные это обычно растительноядные. Потому что растений больше всего. А те, кто уже ест растительноядных, они уже менее многочисленные. Так вот, рачки, это всё-таки, так сказать, второй уровень. Поэтому рачками питаться невыгоднее. Ну, хуже, короче. Хотя во море их много, поэтому многие ими питаются. А вот там, короче, водоросли, поэтому этого анчоуса там очень-очень много. К тому же там мало хищников, там их ловят бакланы. И как раз вот птицы в Перу и в Чили, это как раз потребители перуанского анчоуса. Их там 18 миллионов и практически питаются одним анчоусом. Чилийские птицы. Ну, люди, естественно, там ловят анчоусу тоже очень много. А больше там почти никто его не ест. Там хищных рыб мало. И китов всяческих. Ну, вот, которые там едят-то рыбу. Ну вот, поэтому там огромные уловы. И Перу, и Чили питаются в основном вот этим самым анчоусом. Вообще, это промысловая рыба. По величине улову первое место, между прочим, это анчоус, а не селёдка. Селёдка, она серьёзная, но первое место именно анчоус. И в основном перуанский анчоус. Потому что, ну, практически, вот они там им питаются. Там его просто немерено очень. Ну, довольно много ловят европейского анчоуса. Я говорю, вот, португальскую культуру довольно много изучал на португальском языке. И там тоже много про этого анчоуса, эту самую кильку, треску. Всё, обожают они трескать. Японского анчоуса любят японцы. Вот это вот странные такие, рыбные. Чили, Португалия, Япония. Ну, кстати, полезно. Они, во-первых, очень жирные. Рыбий жир сейчас считается полезным. В том числе для сердца и даже от диабета. Вот животные жиры не рекомендуют сейчас. Потому что от них сердечные болезни и диабетические. А рыбные рекомендуют. Ну, я сделаю рано или поздно диетологию. И даже с кулинарией. И там подробно ещё и все рецепты дам. И всё подробно расскажу. Ну, анчоус туда будет ходить. То есть, да, анчоус категорически рекомендуется. В данном случае у нас это хамса. Хамсу у нас огромная тоже кулинарная традиция. В Крыму, в Украине, на Кубани, в разных видах. На Дону. Там, где она вот азовская бывает. Жарят, тушат, помидоры, картофель, котлеты, супы. Я говорю, дойду я всё-таки и до диетологии, и до кулинарии. И планирую всё подробно рассказать. В том числе про культуру потребления всевозможной рыбы.